Сразу к делу, кто бы что ни говорил, но марка BMW в нашей стране востребована. Ну согласитесь, что хотя бы раз в жизни вы заходили на доски объявлений и посматривали B-шку, как новую, когда-то, с пробегом, X5, X3, копеечка, пятерочка, первого поколения, второго и так далее. Посматривали, и кто-то покупает, кто-то не покупает. Я же купил себе автомобиль с пробегом в 2019 году и продолжил вести про него наблюдение. Прямо сейчас вы увидите свежую актуальную серию. Друзья, всем привет! Сегодня я не буду голословен, ведь у меня есть комплект документов. Я провел техническое обслуживание на автомобиле, я пообщался с людьми в частом сервисе, спросил, как дела, что с клиентами, что с ценами на автозапчасти, на расходники. И таким образом постараюсь в этом сюжете сделать вот такую выжимку полезной информации. И вы уже будете понимать, сколько стоит примерно вообще сегодня содержать BMW с пробегом. Есть ли в этом какие-то проблемы, стоит ее покупать или не стоит. Моя задача донести до вас информацию, а вы уже примите решение и ваше мнение напишите в комментариях. Кратенько напомню, что когда-то о пятой серии я мечтал. Буду говорить сегодня исключительно за себя. Машина вот эта, 2016 года F10, рестайлинговая версия с M-пакетом. Первый владелец ее покупает в 2016 году, я же покупаю ее в 2019 году с пробегом 37 тысяч километров. Можно сказать, свеженькая тачка, только-только прошла обкатку. Первый владелец в нее ничего не вкладывал, только ТО. Дальше начинаю автомобилем заниматься я. И все вот эти истории, они есть на канале в отдельном плейлисте, поэтому на этом я не останавливаюсь. Кому будет интересно, пожалуйста, посмотрите. На сегодняшний день автомобилю, получается, идет седьмой год. В силу того, что я езжу не так много, пробег на нем 90 тысяч километров. И на днях я отправился на техническое обслуживание. С мыслью, ключевой момент, послушайте, что тачка в идеальном состоянии. Вот всегда, когда я еду на сервис, я говорю, машина в идеальном состоянии. У меня нет никаких нареканий, все исправно работает. Я ни на что пожаловаться не могу, но когда я приезжаю на сервис, начинается следующее. Ну и, конечно же, куда вы без моих комментариев. Значит, смотрите, загоняем машину. Естественно, ребята спрашивают, на что жалуетесь, не жалуетесь, что будем делать. Полное техническое обслуживание, диагностика, проверка на ошибки, стандартная процедура. В чем кайф и уникальность этого контента, который я вам сегодня готовлю? Что я вам сейчас назову ценник на техническое содержание, когда у вас автомобиль исправен? Все шикарно, все идеально. Вы купили автомобиль новый, с пробегом, заехали, нареканий нету. Сколько? Обошлось бы одно простое ТО. И, соответственно, что может быть? Подчеркиваю, я за машиной. Слежу всегда, все делаю, все исправно. Это все есть на канале. Мастер ходит, а у меня сердечко такое. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Интересно, интересно, что же он скажет. И происходит потом следующее. Диагностика проведена. Есть ряд рекомендаций. Ну, обо всем по порядку. К ценам. Техническое обслуживание. Значит, я вам озвучиваю ценник, а вы уже делаете для себя выводы. Было сделано несколько процедур, о которых я вам сейчас расскажу. Значит, масло моторное. Один литр две тысячи рублей. Нужно было пять литров. Десять тысяч рублей, будь добр. Откуда масло? Масло из Германии. Разливное в бочках приходит, которое заливает там же, в те же самые BMW, все с допуском для моего автомобиля. Все споры из серии хрень, подделка и так далее в комментарии. Фильтр масляный, само собой. Воздушный, салонный. Поменяли, уже ставятся аналоги. Почему аналоги? Значит, оригиналы стали стоить гораздо дороже. И многие сервисы сами уже говорят, зачем? 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 Когда есть аналоги. Таким образом, обслуживание автомобиля обошлось ориентировочно 17 тысяч рублей. Почему ориентировочно? Замена фильтра воздушного и фильтра салонного это плюс. Почему я это разделяю? Тачка с пробегом. Вполне возможно, что те, кто из вас купят, скажут, а что там сложного, поменяю сам. И, возможно, будут правы. А кто-то скажет, я делать не хочу, белый воротничок, пусть меняют на сервисе. Для вас информация тоже полезная. Дополнительной услугой у меня была проклейка задней левой двери. Когда вот так вот дверь открываешь, после дождя, после мойки, вот здесь вытекала вода. Это, как говорят, проблема F10. У них отходят дверные карты и, соответственно, попадает вода, которая может точно так же попадать к вам в салон. И, соответственно, там начинаются гниение, парение, херение и прочее. 3000 рублей разбирают, проклеивают заново. Раньше я это делал по двум сторонам. Одна дверь не капает. Вот это вот почему-то второй раз себя проявляет. Ну, сделали еще раз. Показываю, как есть. Таким образом, для меня полностью это обслуживание, подготовка автомобиля, скажем так, к весенне-летнему сезону обошлась по цене 22 600 рублей. Вот обычный плановый обслуживание, когда вы приезжаете, не привозя с собой запчасти. F10 2016 год. Делайте выводы, дорого это или нет. Подчеркиваю, это на стороннем сервисе. Значит, поднимать вопрос, сколько бы такое ТО стоило у официального дилера, для меня лично экономически не целесообразно. Так как машина с пробегом, гарантии никакой нет. И ехать на ТО к дилеру смысла ноль. Но если вдруг вы хотите купить себе новый автомобиль, сегодня с текущими ценами, вопрос технического обслуживания вас вряд ли будет волновать, так как покупка нового автомобиля говорит о том, что с деньгами у вас все в порядке. Если вы покупаете 1-2 годовалой, никто вам не мешает позвонить 2-3 официальным дилерам, которые еще тут работают и, я только подозреваю, не закроются. И задать вопрос, машина такая-то, сколько будет стоить обслуживание, вам уже детально посчитают, 40 тысяч пробег, 60, 100, ну и так далее. Ну вот, 19 тысяч рублей отдаешь, когда вообще ни о чем не паришься, приехал, сделал, уехал. Но, если нужно дополнительно сэкономить, как это сделать? Смотрим. Ну, конечно же, купить запчасти самому. Например, на сервисе у них есть даже отдельная услуга. Пожалуйста, приезжайте со своими запчастями, милости просим, возьмем за работы точно так же. То есть, что со своими, что с их, работы всегда считаются отдельно, без проблем. Но поговариваю, что на сегодняшний день уже есть сервисы, которые делают индексацию. Ну, к примеру, услуги стоят 3 тысячи рублей, а ты со своими запчастями, тогда 5 тысяч рублей, чувствуете? Надо иметь в виду, поэтому доношу всю полезную информацию, чтобы вы уже понимали, что к чему. Значит, далее у меня идет второй лист. Я понимаю, что пересвет и так далее, я вам буду пересказывать. И у меня идет второй пакет. Я вам неоднократно рассказывал про Сашу. Саша это тот самый человек, которому я закупаю запчасти. Мы с ним записывали сюжет о ситуации на рынке с автозапчастями, с автозапчастями, если так правильнее. И скоро мы снимем еще одну серию, покажем, как ситуация изменилась за год. Значит, что я закупаю? Это масло, BMW, оригинал, друзья, оригинал, оригинал, таких 5. 1 тысяча 305 рублей за литр, почувствуйте разницу. Дальше, фильтр масляный, ну и, соответственно, фильтр салонный, фильтр воздушный. Тоже, также, альтернатива, MAN фильтр. Популярная марка, сами прекрасно знаете. Никакая это не скрытая рекламная интеграция, чтобы не было лишних вопросов. Вот, запчасти у Саши покупайте, телефон его на экране, обращайтесь, берите. Короче, комплект вот в этом пакете. Сейчас, секунду. Юмор, хочу шутить. В этом фирменном пакетике от BMW 11 387 рублей. Все, вот ты взял его, понес, понес, понес к себе в багажник, положил и отправляешься в гараж. Сам поменяешь у друга, на стороне. Возможно, ты отдашь за все это тысячу рублей. Такое реально может быть. Тысячу рублей, замена масла, а фильтр сам поменяешь. На ошибки многие тоже где-то там приезжают друзьям, прочитывают. Таким образом, ключевое. Обслуживание с хорошим комплектом запчастей, с настоящим маслом, может обойтись вам, ну, 12-13 тысяч рублей. А это, я вам скажу, для такого автомобиля, это дешево. Это реально дешево. На сегодняшний день, на 2023 год. Поэтому тоже делайте выводы. Дальше. Начинается диагностика. Я говорю, ребята, машину люблю. В силу того, что цены сейчас космос абсолютно на все, не хотелось бы иметь с ней проблем. Поэтому нужно поддерживать. Давайте посмотрим ее детальней. И мне дают списочек с рекомендательными работами. А вот здесь мы с вами подводим первую черту, что каких-либо проблем на сегодняшний день с расходниками нет. Хотите оригинальные фильтры? Пожалуйста, все есть. В этом проблем нет. Все привозят. Дальше я вам об этом скажу. Но начинается этап номер два, о котором я вам расскажу после короткой паузы. Но поверьте мне, я вас удивлю. Возможности умения удерживать стабильную стоимость довольно-таки веский аргумент при выборе удаленного подрядчика. И бухгалтерские услуги этому не исключение. А уже на протяжении 10 лет предпринимателям в этом успешно помогает компания MacExpert. Стабильность ценовых условий является одним из основных преимуществ первого аутсорс-конвейера Mac. А основатель компании Лыков Александр не понаслышке знает о всех трудностях, связанных с расходами на содержание бухгалтерского штата и о том, как тяжело руководителям сдерживать рост зарплат в период всеобщего кризиса и тотальной экономии. Так называемый козырь в рукаве. С момента основания Mac не разу не повышал стоимость своих бухгалтерских услуг. Так и 2023 год не стал исключением. Цены у них не выросли. Александр Лыков и компания Mac делают акцент, что и в это время они не планируют повышать цены, так как цель поддерживать российский бизнес, российских предпринимателей. Просто вдумайтесь, полная материальная ответственность, круглогодичный бухгалтерский и налоговый учет, человеконезависимая машина, если хотите, которая без боев и простоев выполняет все бухгалтерские и околобухгалтерские задачи. В том числе и сложные, вроде разблокировки банковских счетов и законные отсрочки от уплаты налогов. Первый в России конвейер бухгалтерских услуг не только поможет до 80% сократить расходы на содержание бухгалтерии, но также переведет ее на независимые рельсы. Исполняя обязательства по договору, ориентируясь на заказчика. Бесплатный экспресс-аудит на старте, оперативные бесплатные консультации. По ссылочке в описании я вам предлагаю воспользоваться услугами МАКа, так как введя промокод МАШКОВ в рамках апреля, вы получите один месяц бесплатного обслуживания. Ребята, пользуйтесь на здоровье, экономьте ваши средства вместе с профессионалами. МАК-эксперт ждет вас по ссылке в описании. Значит, чтобы быть более важным, рассказывать все буду возле открытого капота. Хочу записать ролик просто в свободном формате, как видеоблог, видеоотзыв, чтобы вам было легче смотреть без лишнего какого-то негатива или пафоса, если хотите. Значит, вот здесь у меня проверили все ошибки, ничего критичного нет. То есть, сами понимаете, у BMW все это считывается. Зеркала, например, зимой не раскладывали, в силу того, что лед, обледенение, нажимаешь на кнопку холодную, не открылось, как ошибка отображается. Аккумулятор. Здесь стоит родной аккумулятор, который уже все подходит. То есть, говорят так, что по осени, по-хорошему, его нужно уже поменять. Аккумулятор на секундочку, машина идет с технологией старт-стоп, сегодня стоит 25 тысяч рублей. Как вам такие цифры? Но это еще не самое страшное далеко, потому что аккумулятор, он что такое, в машине, там, подчеркиваю, седьмой год идет, поменять его, это еще лет 5-7 можно покататься, вопросов нет. Вот здесь кратенькая ремарочка. Ребят, давай только не будем останавливаться на вот этих комментариях из серии, что аккумулятор меняется без привязки к пробегу, году, что можно его зарядить. А вот это вот, друзья, это все понятно. Я надеюсь на то, что вы люди взрослые, прекрасно понимаете, что износ аккумулятора говорит о том, что все, он подходит к концу, его нужно будет заменить. Но дальше, когда начинают делать диагностику, меня просто поражает. Первое. Мастер ходит под автомобилем, смотрит, проверяет, говорит, слушай, вот левый рычаг начинает люфтить. Нужно меня, подчеркиваю, почему меня это все удивляет. Я езжу на автомобиле, я всегда стараюсь ездить аккуратно. Я езжу в большую степень, там 90% Москва, Московская область, где дороги в принципе-то хорошие. У меня не бывает такого, что я влетел куда-то в яму, что я налетел на лежачий полицейский. В этом плане я очень аккуратный водитель. Это реально так. Если бы я гонял, я бы вам так и сказал, чтобы вы тоже понимали, что ну, что, сам носишься и так далее. То есть в рекомендацию на следующее ТО мы там пришли к выводу, там через тысяч семь приедем поменять. Левый рычаг. Дальше начинают менять масло, снимают масляный фильтр. Он у него показал, говорит, смотри. Масло какого цвета? Ну, грубо говоря, черного должно быть. Это вот, видишь, еще есть такая медная. Так, следующее. Это говорит нам о том, что нужно сделать ревизию в кладбище. Стояние. Потому что ты готовишься, например, показать. Масло какого цвета? Черного должно быть. А у тебя вот здесь такая вот, уже как вот, такого медноватого цвета. Соответственно, рекомендуют, нам написано, зачитываю, зафиксирована медная пыль в масляном стакане. Рекомендуется ревизия шатунных вкладышей. А вот это вот, ребята, очень неприятно. Почему? Как бы сам мотор, как сказали, снимать не нужно. Его можно поднять, разобрать, посмотреть. Простыми словами, если этого не делать, к чему это может привести? Вы стоите на светофоре, у вас мотор там, условно, глохнет, и вам повезло. Потому что его не заклинит таким образом. Говорят, тогда отремонтировать его гораздо легче. Если ты едешь на скорости, и он у тебя на скорости вклинивает, тогда капиталка будет стоить совсем других денег. Короче, все это может привести к капитальному ремонту. 90 тысяч кмэ пробег, пробег 100% родной. Проверяли ее в нескольких компаниях, где я только не был, всегда когда приезжал, смотрели, чуть-чуть там нюхали, как говорится, залазили куда угодно. Пробег родной, вот вам факт. Далее, далее, далее. Заменить приводной вал, короче, привод задний правый. Я тут думаю вообще, да какого хрена? То есть, как бы уже рекомендательный характер есть. Тоже так же там пошел люфт нарушенного шруса, надо будет менять. Друзья, я чуть не забыл в этой кипе бумаг, что у меня еще была проблема с коробкой. Выдавалась ошибка, температура повышенная. Якобы из-за этого могут быть пинки. И когда ты едешь, бывает, бывает. Хотя эти пинки, они были с самого начала покупки, вот на небольшой скорости. Короче, смысл в следующем. Я говорю, хорошо. Они говорят, ну, мы можем посчитать тебе несколько вариантов, аналоги, запчасти, бэушные. Я говорю, не-не-не-не-не-не. Давайте так. Все ставим новое, хорошее. И того, пожалуйста. Цифры выходят. Все те рекомендации, которые в себе несут дополнительно, да, ну, частичная замена масла в коробке, замена масла в моторе будет точно так же. Короче, я вам ввожу таблицу на экран. Все эти рекомендации выходят на суммарно 200 тысяч рублей. Как вам такое? Подчеркиваю. Я думал, что у меня машина в идеале. Я ехал и думал, ну, неужели что-то будет? И на тебе. Передний левый рычаг один. Задний правый привод один. То есть, я уже смею предположить, что если я это все сделаю, а я это сделаю, судя по всему, как и что-то, сейчас будет прикол, сделаю, к следующему ТО мне скажут, о, теперь правый рычаг нужно менять и левый задний привод. Может такое быть? Вот вам реалии. ТО отдельно, рекомендации отдельно. Значит, специально для всех тех, кто хочет сказать, что все это хрень, тебя разводят, пишите ваше мнение в комментарии, потому что сервис, где я был, также будут смотреть этот ролик, подсчитывать ваши комментарии. Где-то, может быть, с вас посмеются, где-то на что-то обратят внимание, но ребята работают давно. Давайте сразу, чтобы не было лишних вопросов. До этого я ездил в другое место, обслуживался, сейчас я поехал в мир BMW. Почему я поехал к ним? Не хочу ни в коем случае выносить какую-то ссору из избы, нагнетать обстановку, рассказываю, как есть, как клиент. В предыдущем месте я ездил, менял масла, фильтра, все было здорово, процедура простейшая, какие могут быть нарекания, также проверяли ошибки и так далее. Однажды мне сказали, что нужно поменять подушки двигателя. Пожалуйста, поменяли. И вот после этого я начал замечать, что машина как-то стучит в переднюю часть. Проезжающие какие-то неровности она стучит. Ну, на ровной поверхности, естественно, такого нет. Длинную историю сделать, короткой. Я раз к ним приехал на диагностику еще раз, ничего нету, все хорошо. Отправлял машину к ним на эвакуаторе, говорил, ну, посмотрите, покатайтесь, поездите, больше времени, проверьте. Сначала приговорили передний, мол, ну, вот, скорее всего, из-за него там уже вот он изнашивается. Тогда я показывал в одной из серий, что там рекомендовали мне, например, можно купить вот эти резинки от другого автомобиля, ну, от пятерки более ранних годов, там, подпилить. Короче, я купил оригинал, поставил за машину, я слежу, деньги на содержание, слава богу, есть, потому что когда я покупал, я знал, на что я иду. Но, ни хрена стук этот не уходит. Я думаю, ну, раз такая ситуация, не могут понять, что нужно сделать? Вот наматывайте на ус, я совет, отправьте в другой сервис, съездите в третий сервис, послушайте, что вам люди расскажут в разных местах. И потом уже сделают для себя какой-то вывод. Отправляю ее в МирБМВ, на эвакуаторе также. Она приезжает, мне ребята прям буквально через полчаса после диагностики заняты, говорят, у тебя подрамник вообще был не закручен. Говорю, нормально. То есть на одном болте шли он держался. Я говорю, ну, как такое вообще, вот как так, если отдаешь людям машину, на нее смотрят детально, там, два мастера, три даже, можно сказать, подрамник не закручен. Ну, естественно, я позвонил, мы решили этот вопрос, ту процедуру, что я отправлял к ним в предыдущий сервис на эвакуаторе. Мне деньги вернули, извинили, сказали, блин, жесть, сами в шоке, будем повнимательнее. Вот поэтому я поехал в МирБМВ. Еще, когда я покупал машину в 2019 году, прежде чем ее купить, я обращался в компанию Стаса Асафьева, известный парень на сегодняшний день, Автопрагмат. Он мне выделил специалиста, который в день покупки, когда я сказал, что да, я машину готов брать, мы гоняли ее в этот же сервис. Они меня сами туда привезли, там я тогда оказался впервые. Машину посмотрели, проверяли мотор, то есть все, смотрели детально, около часа или полутора, не помню уже. И на основании их заверения, что с машиной вопросов нет, что у тебя коробка не отрыгнет, мотор тебя не встанет, как видите, так оно и произошло. Ничего, этого не сломалось. Я принял решение, что машину покупаю. Это вам развернутый ответ. Я делал там публикации, когда ездил на ТО, кто подписан на мои соцсети, знают. Сами спрашивайте, где, дай адрес, дай телефон. Поэтому контакты на них я оставляю в описании. Надо, созванивайтесь, считайте, устроят, отправляйтесь к ребятам, они сделают. Но, друзья, они работают очень давно, у них такой уже действительно, такой, ну как, профессиональный сервис, который заточен непосредственно на BMW. Все у них есть, тут уже, смотрите, взвешивайте, принимайте решения сами. Пообщавшись, там, тысяч пятьдесят можно сэкономить, если начать, допустим, закупать альтернативные запчасти, бушечку чего-то купить. Но я просто не вижу в этом никакого смысла купить бушку, чтобы потом, опять же, делать. Опять же, можно в мотор не лезть. Из серии плевать, нормально, побегает. У этого автомобиля есть болячка, да, одна из, ну, не болячка, там, особенность, как хотите, вы знаете, цепь растягивается со временем. Но здесь я уже стою и задаюсь вопросом. Так, 200 тысяч вложить. Окей, окей, соберем, вложим. Что дальше? То есть, я привел автомобиль, как опять я буду думать, что вот теперь он точно в идеальном состоянии, вот теперь 100% в следующее ТО, там, 107 тысяч км. Я поеду, я хочу слышать, что, Дима, меняем масло, больше делать ничего не нужно, все шикарно. Но я уже, честно вам скажу, уверен, что что-то будет. Вот что мне даже самому интересно, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, чтобы вот эти вот моменты не пропустить. Ну, я захожу, вот, давайте. Ну, я захожу на доски объявлений, начинаю смотреть автомобили. Где, собственно, и начинается тот самый прикол. Если у тебя BMW, и она начинает сыпаться, то нужно продать BMW, купить BMW посвежее, но тоже с пробегом. Может быть, она сыпаться не будет. Но в нее будем вкладывать деньги. Значит, друзья, переходим к теме автомобилей с пробегом реально актуальной цифры. Вот, смотрите, что я вам хочу показать. Мы открываем известную доску объявлений, за которую хотелось бы, чтобы какую-нибудь котлетку, хотя бы, маленькую, дали. Ведь, того скоро. Но это ладно. Юмор. BMW 5 серии поколения текущая и предыдущая. 915 предложений, но мы делаем следующий фильтр. Я выставляю двигатель дизель. Понятное дело, что полный привод. Объем двигателя от 3 литров по одной простой причине. В силу того, что у меня 2-литровый мотор, ну, все-таки хочется 3 литра. Это совсем другая машина. Полный привод, богаче комплектация и самое еще главное, ну, не самое главное, но немаловажное, такую машину вы не встретите никого в такси. А 2 литра как с полным приводом, так и с задним бензин-дизель катаются по Москве в такси. Это говорит о том, что еще поискать придется живой экземпляр. Пробег я оставлю, ну, хотя бы до 60 тысяч км, чтобы купить машину, хоть она была бы свеженькая. Хотя бы, идеально, до 30 тысяч найти. Таким образом, мы сразу видим, что машин становится уже 89. Сортировочку мы ставим по возрастанию цены и поехали. Первое, что нас встречают, ну, это всякие универсалы. Первая, ближайшая цена 4 миллиона, ровно, можно сказать. 2018 год 58 тысяч пробегов. К моменту сделки там 1060 уже как раз и будет. вы вдумайтесь, 4 миллиона рублей за автомобиль пятилетний. Как вам? А? И это еще начало. Опускаемся пониже, смотрим, вот машина, да, вроде бы симпатичная. Справедливая цена, 4200. Смотрим дальше, 4300. Короче, длинную историю сделать короткой. Живой экземпляр, живой экземпляр, примерно будет стоить 4,5-5 миллионов рублей, со средним пробегом возьмем 1040. И это будет пятилетняя тачка седанчик. Как вам? Пятилетняя тачка седанчик с ценой 4,5-5. Как вы знаете, я всегда мечтал об X5 и продолжаю мечтать ведь X5 и мне это выписали в комментариях. Пора бы уже машинку повыше брать. Открываем. X5. Значит, длинную историю сделать короткой. Я сразу делаю фильтр с пробегом указываю. Значит, машина вот, да, можно подумать, посмотреть на доски бюлень. Ну, вот шикарный вариант. Ты глянь, какой черный, 340 сил бензин. Я бы взял. Я бы взял. Цена 5 миллионов рублей 2018 год 46 тысяч км. Да вот только незадача. Эта машина висит уже с 22 октября прошлого года. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, сколько уже месяцев прошло. То есть, явно что-то с ней не так. Если посмотреть автомобили именно в М-пакете с 3 литра либо дизель, либо бензин, реальная цена, ну, по моим ощущениям, это где-то в районе 6, 6500, вот с этим бюджетом можно смотреть. Это будет машина 4-летняя с пробегом 1040-50. 6, 6,5 с пробегом 1040-50. Как вам такой за автомобиль бэушный? Надо, так сказать, придержать пыл. Давайте посмотрим X6. Почему бы не взять X6 с пробегом? Просто вам показываю, как приколы. предыдущий кузов смотрим. Автомобиль от 2018 года. Короче, реальная. Цена будет 4,5. Это уже хорошо. 3 литра дизель здесь. Смотрим, здесь строго только 3 литра дизель. Тире 5, а то и 5,5 миллионов рублей за пробег 40-50 тысяч рублей. 40-50 тысяч километров. Значит, смотрите, хочу сказать сразу, все вот эти описания, которые вы встречаете под объявлением, я лично не верю вообще ни во что. Чтобы там владелец не писал. Пятая машина в семье на подземном паркинге, дохрена денег, продает в связи с ненадобностью, в связи с переездом. Я этого всего наслушался столько, в том числе, когда вы встречаете автомобиль от дилера, стоит у дилера, там просто описание копирует, вставит, все машины прошли 100-500 проверок, диагностик, все идеально, приезжай, покупай. По факту приезжаешь, потом выясняют себе пробег не 25 тысяч, а 225 тысяч. Ты где-нибудь у Ярдрея там в роликах снимаешься у Шелкова Максима, такой, я купил машину, поверил. Смысл в том, что на вторичке еще побегать, поискать. И вот эту конкретно зарисовку я вам хочу сделать к тому, что вот такие реалии, востребованные модели, пятая серия, X5, X6, трешка будет стоить в пределах 3-4 миллиона рублей, все зависит от комплектации, от пробега. Как вам такое? X3, я смотрел в новом кузове, там тоже свыше 5 миллионов рублей. Бэушный, с пробегом, само собой разумеется. Поэтому, друзья, BMW стала премиальной маркой. Как она там и должна была быть, и купить ее может и позволить себе далеко не каждый. И самое главное встать вопрос, а нужна ли эта машина с текущими ценами? Или же мы стали все меньше зарабатывать, так сказать, просели, а цены улетели вверх? Вот тут пишите ваше мнение в комментарии. Друзья, кто не занимается машинами, кто не покупал, пожалуйста, не надо никогда никому-то прислать ссылки серии, ну вот смотри, вот же Бэха за миллион семьсот, вот же Бэха за полтора миллиона. Когда ты работаешь в автосфере, ты уже понимаешь, что есть объявление, где тебе просто по ушам едут просто замануха, где в описании пишут, что машина в идеальном состоянии, самая лучшая, офигенный пробег, но она дешевле всех других на миллион на полтора. Что-то с ней не так. Должно оно просто-напросто быть. Двигаемся дальше. Пятая серия, как семейный автомобиль. Ну, ремарочка. Значит, смотрите, у меня F10, есть поколение посвежее и текущее поколение. Они по габаритам чуть побольше, но не настолько, чтобы нельзя было сравнить и показать вам следующую картину. Значит, люди зачастую, как вы мужчина, жена у вас, есть ребенок, родился или вот родится, и вы думаете, блин, ну вроде бы лучше брать машину повыше, японцы, корейцы, китайцы, но душа лежит к БВ, допустим. Вот вам живая картина, сколько места сзади, если садится жена рядышком и ребенок сзади. Подчеркиваю, ребенку мы всегда снимаем обувь, таким образом ей комфортно. Если отодвинуть переднее сидение пассажирское вперед, вот столько места, само собой, кайф, но жена садится за мной, ей там тесновато. То есть, откровенно говоря, если жена сидит спереди и ребенок сейчас сзади, то пойдет. Не вау, много места, но пойдет. Единственный жирный минус это то, что седан сам по себе, ниже, посадка, высадка, это неудобно, повыше паркетник, само собой, было бы круче. Багажника хватало всегда вот так с головой, коляски, вещи, чего мы только не грузили, без проблем. Касательно полный привод, задний привод, здесь я это уже все рассказывал, на канале можете посмотреть, меня задний привод ни разу не обломал. Куда я только не ездил, все ок. с головой, с опытом, пожалуйста. Полный привод, само собой, было бы лучше, надежнее, практичнее, но он подороже, он имеет передние привода, которые тоже могут полететь, дополнительные расходы. Здесь уже считайте ваши денежки, смотрите сами. Кстати, вопрос, зачем? Зачем нужен, когда можно купить новый автомобиль с гарантией, бед не знает. Ну что, у нас сегодня из нового, ребята, с гарантией от официалов, китайца продать BMW и пересесть на китайца. Просто как вариант, рассуждаем, будут те, кто скажет, дебил, просто дебил с BMW пересесть на китайца, да ты что? Будут те, кто скажет, красава, правильно, рациональное мышление, здесь сакадонировал, здесь гарантия, еще что-то. Тут, как говорится, на ваш вкус и цвет, на ваш суд. Подчеркиваю, на сегодняшний день, на момент записи, машина не продается, я ее не пытаюсь под каким-то соусом ее продать, хочешь купить, хрена тебе, не продается. Как только задумаюсь, продам, но пока мыслей таких нет. Все, этот вопрос мы отметаем, закрыли. Я вижу огромное количество, как люди с немцев пересаживаются на китайцев, кто-то не от хорошей жизни, кто-то просто в сцену говорит, а мне какая разница, езжу и езжу, здесь вы уже все решите сами, вот здесь вы ваше мнение как раз в комментариях и напишите. Но когда я присаживаюсь в автомобиль, так вот его беру, знаешь, как за руку, и вот здесь, все, мы с ним за руки идем вместе, комфортно. Я уже неоднократно это говорил, вот, несмотря там на годы, мне пишут люди, старая у тебя тачка уже, все, пожалуйста, вопросов нет, не спорю, но она комфортна, вот что, что, ты садишься, на сегодняшний день никаких сверчков нет, ничего мне не скрипит, не дребезжит, я просто еду, как человек. Конечно, есть минусы по автомобилю, по интерьеру, с точки зрения, ну вот, когда-то, да, первым владельцем, видимо, ребенок катался, там, или ключи кидали, разодрали, вот эту вещь, там, заменить полностью, там, что-то 100 тысяч тоже стоит, как бы, это алюминий, это не дешево. И минус еще тот, что, например, в этих местах, алькантара идет, она, ну, затирается, в частности, здесь я руку кладу, на дверную карту, вот на подлокотник, с левой стороны, в новых версиях, здесь уже везде идет кожа, то есть, в таких местах, более уязвимых, все-таки кожу, там, дермантин, но поставили. Значит, сидя в автомобиле, зачитываю вам ответы, я связался с менеджером, с Черезмир БМВ, он сейчас в отпуске, я ему говорю, ответь мне, просто на два вопроса, первый, как с ценами, на сегодняшний день, с учетом того, что там, мы берем за отметку, там, март 2022, когда все начали уходить, и все пошло вверх, расскажи, как есть, отвечает он на вопрос. Зачитывать дольше буду, проще сам все расскажу, значит, изначально цены начали расти, x2, x3, x4, x5, кто как, задирали вверх, народ там, на панике покупал, на сегодняшний день, по их наблюдениям, примерно, плюс 50% к цене, того, что было раньше, минусы какие, очень много появляется контрафакта, если раньше, говорят, можно было закупаться у дилеров, там, спокойно, они точно так же, там, по своим ценам, видимо, все брали, и ты понимаешь, что оригинал, сегодня ты можешь что-то купить, и ты не понимаешь, оригинал это не оригинал, то есть, короче, нужно хорошенечко еще уметь разбираться в тех же самых маслах, там, не знаю, в фильтрах и прочем, это вот условно их ответы. Значит, Саша, про которого я вам ранее сегодня рассказывал, он тоже профессионально там работает, вот его направление с запчастями торговать, он говорит, вообще, местами даже картина стала лучше, с точки зрения привоза запчастей, не только на BMW, а вообще на все марки, потому что где-то цены стали ниже, мы про это снимем отдельный сюжет, покажем, расскажем, то есть, сделаем какие-то сравнения. Такое, что нету запчастей, ты что-то не найдешь, этого нет, все тащат, привозят, частники, компании, огромное количество людей, кто хочет на этом заработать, находят выходы, все привозят. Когда речь идет про популярные версии, третья, пятая, X5, X6, X3 и так далее. Какая-нибудь X2, если у вас какой-нибудь автомобиль типа X2 и какая-то еще редкая версия, там придется подождать, ну, месяцок. Поэтому, когда вы смотрите ролики, там, на канале у меня выходит, вот машина, да кому она нужна, где на нее брать запчасти, все привезут. Просто надо заранее заказать. Знаешь то, что ты оба будешь делать, там, что-то сломалось, к примеру. Заказал, подождал, привезут. Поэтому с поставками, с доставками вопросов нет. Самое главное не нарваться на левак. Второй вопрос. Что с клиентами? Я задаю вопрос. Ну, вот смотри, сейчас все стало дороже, многие дилеры закрылись и так далее, и там подобное. Что происходит? Ну, с клиентами та же самая история. Общался с ребятами, говорю, как? Да в целом-то не жалуемся, народ есть. Но, опять же, они давно работают, их многие знают, то есть их точно так же многие советуют, приезжают, то есть как бы работа есть. Хотя, когда мы были у одного из дилеров, снимая сюжет про параллельный импорт, подъемники в BMW все были заняты, народа там вот столько. Я уверен, что они особо-то там и не пожалуются на то, что у них мало людей приезжает на техническое обслуживание. Есть, конечно, люди, которые приехали, а цены там офигевают, начинают экономить, что-то не делают. Таким образом, сводит все к стандартному явлению, что всегда есть люди, которые пытаются на всем сэкономить, есть люди, которые какие-то вещи не обслуживают на своем автомобиле и так побегают, есть те, кто закупаются дорогими запчастями, все берут самое лучшее, ставят, то есть на любой вкус сам смысл вопроса в том, что клиенты есть. Кто что хочет, тот то и делает. Тут точно так же, вот я попадаю под категорию, не все готовы ремонтировать свои авто, но те, кто осознал, что у него нет денег покупать новую, а ездить надо, понимают, что деваться некуда и поэтому работы у нас хватает. Приходят и обслуживают свои тачки. Вот вам, пожалуйста. Ну а теперь на основании всего вышесказанного мы делаем ключевую выжимку. Если брать весь актуальный модельный ряд BMW и по каждой машине проходиться, сколько стоит его, что может сломаться, сколько это стоит, на каком пробеге, это будет, не знаю, пятичасовой фильм. На это времени нет. Вот живая ситуация. Автомобиль с пробегом заехал на ТО, сколько оно стоит, если все хорошо, сколько будет стоить ТО, если ты покупаешь запчасти сам, на какую цифру ты можешь влететь, если у тебя вот есть рекомендации по автомобилю, что с запчастями, насколько они выросли, что с клиентами. В общем, основная картина вся донесена. Далее, выводы делать только вам. Стоит эту машину покупать, не обязательно пятую серию, любую другую, или не стоит. Я думаю, что копировать, вставить, это история на Ауди, на Мерседес, немецкая Тройка. Рекомендовал бы я вам покупать автомобиль немецкий с пробегом. Подход следующий. Если машина стоит 3 миллиона рублей, у вас должно быть 4. Вот идеальный вариант. Когда миллион у вас лежит, вы не думаете о том, что вот, там миллион у меня целый. Вы ездите, катаетесь, заехали на техническое обслуживание, вам дали рекомендацию, вы вложились, поехали дальше. И вас это не напрягает. То есть, простая истина, должны быть деньги на машину. Если у вас все впритык, вы боитесь цифрам 20 тысяч за ТО, то вам эта машина 100% не нужна. Даже не смотрите на них. Дальше, я думаю, можно не продолжать. С точки зрения пробега, с точки зрения эксплуатации, ну вот я посчитал, у меня средний пробег за все время, это 1 тысяча километров в месяц. Средний пробег. Поэтому, друзья, я машиной в целом доволен. Но то, что она вот так себя проявляет, конечно, с японцами у меня такого не было. Посматривал я и там на какие-нибудь японские тачки с пробегом, но пришел к выводу, что лучше я оставлю пока что этот автомобиль, а вот ту денежку дополнительную, которую я хотел, продать эту и доплатить, купить себе. Другой автомобиль посвежее я вложу в кое-что другое. Значит, расскажу. Подпишитесь на телеграм-канал, в ближайшее время я сделаю развернутый пост, покажу, куда я хочу деньги эти потратить. Это вот житейское, то, что для жизни было бы неплохо как минимум мне и моей семье. побегает еще и никуда она не денется. Делайте выводы, принимайте решение, стоит ли вам вообще смотреть на немца с пробегом или не стоит. Я надеюсь, что ролик был интересный, пролетел на одном дыхании, что-то полезное для себя почерпнули, поэтому подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, если вы этого еще не сделали, ведь там выходит действительно много интересных наблюдений про автомобили, про недвижку, в общем, все эти темы, которые мы затрагиваем и снимаем. Все полезные ссылочки вас ждут в описании, MacExpert тоже ждет вас в описании, все, на этом все, до новых встреч, пока, пока.